ну как вам там голос мой не слышите зато картинку видите привет друзья привет кстати вот обратите внимание я рендерю выпуске сейчас вот такая вот будет как картинка в ближайших ближайшие несколько недель то я понимаю что слышите сейчас я появлюсь привет меня зовут денис борисов я блогер вообще я тот человек который любит любит учить жизни всех вот по заведенной традиции совсем недавно обновился новый аккаунт перископа у меня и я обычно понедельник среда пятница стараюсь отвечать на ваши вопросы для тех кто смотрит на ютюбе найти мне в перископе можно вот дэн борисов через нижнее подчеркивание и так сказать по присутствовать в онлайн-трансляции съездили мы в минск на чемпионат на 29 чемпионат республики беларусь по бодибилдингу и фитнесу сидел я два дня снимал эти соревнования очень много различных категорий и все подряд я уже честно говоря и подзабыл спасибо ребят что делитесь трансляцией очень приятно и спасибо тем кто ставит лайки вот съездили посмотрели конечно такой знаете ажиотаж я где-то немножко уже забыл потому что уже давно не выступал на соревнованиях но в общем-то здорово здорово хотя утомительно хотя люди потратили очень большие деньги у кого-то слезы радости у кого-то слезы печали все так как-то динамично нет я готовиться не захотел у меня такого желания нет рим 41 спасибо что поделился трансляцией но смотрю что это достаточно дорогое удовольствие сейчас в общем-то не дешево просто заниматься бодибилдингом и фитнесом просто питание обычное да такое обычность с точки зрения культуризма или фитнеса это достаточно дорого а если мы говорим про соревновательный профессиональный культуризм это вообще очень дорого да ребят добрый вечер если у вас есть какие-то вопросы давайте приступим я минут 20-30 посижу с вами а потом буду дальше работать потому что рендере очень много сюжетов снял и я собираюсь послезавтра даст бог выпуск подполье внеплановые сделать но буду стараться по возможности когда будет свободное время делать выпуски подполье вот хочу завтра подготовить чтобы послезавтра его запустить сюжеты про английский язык я так не говорил я говорил возможно что я снимаю сюжеты на английском языке мне такие сюжеты действительно сняты на основном канале jimpro.com и сайте американском по моему два или три сюжета выложено еще 7 у меня лежат за кромах я их могу выпустить любой момент но я это не делаю потому что в данный момент я все-таки даю приоритет русскому каналу русскому ютюбу и мне не хватает времени на тендерах конечно можно заработать она тропала работает очень слабенько не советую сайт в общем-то ну фактически готов осталось сделать две правки причем одна из них для мобильной версии там я сегодня нашел бак был полоска черненькая и и и и и и и и что-то а еще с персональными блогами я хочу сделать более аккуратный вывод но в общем-то сегодня написал вот эти две правки все зависит теперь от программиста как только он сделает эти правки мы сможем перезаливать тестовую версию на основной домен фитфолайф точка ру конференция заработает вы сможете общаться ну большинство сейчас платформ опенсосовских они идут в общем-то под мобильную версию я делаю конференцию сейчас в основе конференции будет лежать движок синфора в нем в общем-то мобильная версия очень хорошо проработано как жить если надоело общаться с людьми и живи не общаясь так а что значит давай к сушке не ходите мы я с удовольствием я просто жду ваших вопросов я не расслабился ребят наоборот я работаю гораздо больше чем работал год назад или два года назад если вы помните год или два назад выходил один сюжет неделю сейчас выходит один сюжет в день один сюжет в день кроме того сейчас идет очень массированная работа над конференция фитфолайф переделывается то есть сайт переделывается теперь на нем будут блоги форумы все это моделируется все это настраивается возможно кому-то кажется или хочет чтобы казалось что дырщик работает мало что дырщик подзабил на самом деле я каждый день работаю от пяти до десяти часов на созданием сюжетов на написанием статей над монтированием всего этого дела а еще я отвечаю на форумы на техподдержку раз два дня так что не надо тут на дэнчика наговаривать если девушка зовет гулять то надо этих девушку гулять есть еще время подкачаться к лету до к лету можно еще изменить все на свете да я женат сегодня мы ехали из минска в москву с утра проснулись в 4 по моему в 5 выехали ели в основном вареное мясо приехали купили еще курицы ну в основном вареное мясо вареная рыба я не боюсь что иссякнут темы тем бесконечное количество у меня тем такой огромный список ребят что они никогда не иссякнут причем каждую последующие темы все более более интересные невозможно чтобы тем мы иссякли какую сферу не возьми их бесконечное количество их очень много то что я делаю массовые сюжеты раньше сюжет входил в раз в неделю сейчас сюжет выходит каждый день это выгодно это очень хорошо работает и количество просмотров лайков и подписок говорит о том что я прав потому что количество подписок увеличивалась больше чем в два раза за последние несколько месяцев так люди голосуют за то что идут сюжеты чаще чем раньше почему девушки начинают трахать мозг после первого года жизни возможно просто раньше они тоже это делали но ты этого не замечал все у того что у тебя был очень избыточный сперматопсикоз да то есть когда человек хочет получить девушку изначально мужчина да или парень он закрывает глаза на массу недостатков почему потому что у него срабатывает древнейший инстинкт до получить женщину в плане секса да то есть самоутвердиться в этом плане завоевать ее а конкретно если просто говорить получить секс этой девушкой и в процессе борьбы за этот секс он готов идти на очень многое в том числе закрывать глаза на объективные косяки но после того как проходит вот полгода год проходит очень много времени человек насыщается этим сексом и вот тогда вот у него глаза открываются он говорит почему она начинает трахать мозги она тебе постоянно трахала мозги и тогда но тогда она была недоступна или тогда она была новенькой или свеженькой поэтому ты этого не замечал количеством или качественным ну понимаешь это твое мнение такое я сторонник в любом деле результат создавать результат мы можем сейчас очень долго пузыриться размазывать сопли в плане того что там это хорошо ли это плохо это категории всегда субъективные абсолютно есть категория объективные количество просмотров лайков подписок я вижу по объективным критериям что-то стратегия которую я выбрал она работает лучше чем предыдущая стратегия поэтому я использую более лучшую стратегию не более худшего так счет этот у меня как найти работу в германии без образования слушай ну насколько я вижу там в германии сейчас очень много чуваков без образования по приезжала и они вообще не парятся поиском работы возможно себе стоит последовать их примеру на массе я таких экспериментов на себе не проводил и я таких экспериментов не знаю на массе я считаю что вообще должен в любом случае быть и сбыта калорийности и должно присутствовать определенное количество углеводов знаешь вообще без углеводов мышцы растут очень плохо и если мы говорим про два таких вот внешних фактора которые лучше всего влияют на масса набор я тебе могу сказать такие два фактора это анаболические стероиды и углеводы не белок не протеин который продают в магазинах и люди там сходят с ума от этого протеина именно углеводы углеводы дают массу что касается количество углеводов протеинов в рамках любой диеты это касается как и масса набора так и избавление от подхожного жира все эти вещи они высчитываются экспериментально экспериментально то есть те количество которые даются вам по калорийности по количеству углеводов и белков те схемы которые я давал допустим в тушки на просушку или там в масса наборной схеме это ориентировочные точки отчета с которых можно начинать ориентировочные не более того но все должно подбираться традиционная схема говорит о том что мы используем 2-3 грамма углеводов белка на каждый килограмм веса углеводов должно быть минимум в два раза больше минимум а то и в три вот и считай в зависимости от своего веса на каждый килограмм того веса где-то нужно порядка шести грамм углеводов от 5-6 а то и больше как стать как денис гусев для того чтобы стать как денис гусев я вас немножко подразочарую ребята бодибилдинг фитнес это спорт генетики денис гусев у в определенном смысле уникальны у него есть определенная v-образность которая многим недоступна то есть не все могут быть как денис гусев сколько бы там они не качали сколько бы они не тренировались есть генетические факторы да грустная музыка очень сильно влияет на представление действительности особенно в грустную погоду музыка она очень значительно влияет на всплески допамина у нас головном мозге то есть вот знаешь вот идет какая-то тема такая новая прикольная он постоянно такие темы я помню в моем детстве это был там it's my life доктора албан потом там духа ст был потом продажи то есть вот идет вот начало песни да а потом идет какая-то сильная доля какой-то интересный припев и ты вот ждешь этого вот это вот ожидание поощрение да это вот и есть допамин то есть музыка очень сильно стимулирует поощрительную систему нашего организма систему удовольствия да и именно поэтому она очень сильно влияет на наше настроение камысь минорная музыка она может вообще в минус загнать в уровень допамина а какая-нибудь динамично она его поднимает тебя заряжает энергией те хочется тренироваться выросло достоинство ты понимаешь очень сложно оценивать выросла выросла у него достоинство от курса или само по себе то есть коченок вполне возможно что у него был пубертантный период он был еще достаточно молодой может быть просто наложились процессы может быть бы у него и так сам по себе бы вырос и без всякого астероидного курса рис на сушке это традиционное блюдо то есть я отношусь к этому хорошо тут зависит больше от количества на рисе подготовились к соревнованиям безумное количество атлетов поэтому это продукт нормальный читмилы да и на сушке они могут работать и на массе они могут работать но на мой взгляд читмилы на сушке более в тему чем на массе смысл них есть какой-то но не для всех то есть если вы уже конкретно просохли действительно если вы там видите что у вас замедляется обмен веществ то читмилы могут вам помочь они даже я вот замечал такой момент поешь хорошо там полдня допустим а потом неделю вот первая неделя у тебя даже ты становишься суше жиросжигание идет быстрее ну то есть можно подобрать такое такое администрирование читмилов при котором твоя сушка не то что не будет идти хуже она будет идти лучше на сушке пропал сон такое может быть сон пропадает по ряду причин например это может быть перетренированность либо например это бы может быть просто общее перевозбуждение нервной системы до какие-нибудь стрессы на работе там с девушкой расстался расстались с парнем ну то есть причины могут быть очень разные я чаще всего советую людям попробовать ложиться в одно и то же время для того чтобы настроить свой биологический ритм первое второе я советую перед тем как отойти ко сну в течение часа не смотреть телевизор не лазить по телефонам желательно вот что-нибудь почитать может послушать спокойную музыку чтобы расстраивать расслабить свою нервную систему ну и третье я вам советую спать в темноте возможно вам понадобится там препараты типа мелоксена и так далее пожалуйста вы знаете изнанка фитнеса особо не слежу но вроде бы прикольный паблик это когда-то подписывался вроде бы прикольно клинк бутирул китотифен ну я с китотифеном клин не употреблял ни разу но вообще эта связка логично в этом есть смысл для того чтобы клин лучше работал нет я в тендерах не участвовал лично Цацулин мне нравится у него есть вот вот классная такая черта даже две классные черты я бы выделил в этом человеке во-первых он не прогибается под различные предложу хи которые ему шлют всякие там акулы бизнеса типа а вторая причина что он очень глубоко и старается по-научному разобраться в каждом вопросе ну интересный блогер сало на сушке если ты используешь кето диету то этот вполне допустимо если ты ешь мало углеводов то ты можешь это компенсировать салом и белком двум прям дала тебе нет ну а нас оценивает твой статус ниже чем статус тех двух упырей про тренировки до буду снимать для поднятия силовых попробую увеличить свою калорийность полтора раза и тренировать движение раз в неделю а а если тебе нужно какое-то одно движение поднять то просто делай это движение в течение всей тренировки вот допустим тебе нужно пожать в груди стоя максимально все всю тренировку раз в неделю делай жим с груди стоя и подними калорийность полтора раза через месяц полтора полтора у тебя будет результат ну в общем сам увидишь какой будет у тебя результат очень хорошо это сработает сразу как выходишь на жжение клен нет клен обычно употребляют постепенно повышая дозировку ну например там начинают с 20 микрограмм пару дней потом 40 микрограмм пару дней потом 60 микрограмм пару дней ну то есть есть такая определенная горка для того чтобы дать своему организму постепенно подстроиться ген шлюх нет такого гена нет а есть такой момент как социальный инстинкт то есть вполне возможно что эта девочка она выросла без родителей допустим либо она выросла в таком социальном окружении в детстве ну где она видела блядство вокруг соответственно не заложился соответствующий социальный инстинкт то есть она решила что такое поведение ну это как бы норма и уже с какие бы она позже книжки не читала как бы это мозги не промывали позже ее мировоззрение не изменится вот у людей у нас такая вот особенность мы когда маленькие у нас вырабатываются социальные инстинкты инстинкт отличается от стандартного поведения тем что его исправить потом нельзя давлением как бороться есть масса в лекарств которые понижают давление загугли пожалуйста многие культуристы профессионального в на западе вообще практика они регулярно используют препараты которые разжижают кровь и которые понижают давление заниматься железом при любой простуде или болезни нежелательно потому что любая простуда и болезнь это стресс для организма так же как занятие железом то есть твой стресс удваивается киосаки ну нет не читал если честно не читал не фанат ну я знаю кто такой прекрасный киосаки я знаком с какие у него есть книги но что-то ни одной не усилил инсулин без стероидов принимать не стоит инсулин без стероидов то стоит принимать только в том случае если у тебя если ты используешь гормон роста либо у тебя есть предрасположенность к сахарному диабету для того чтобы защитить свою поджелудочную но инсулин без стероидов это всегда избыточный подкожный жир то есть это будет некрасиво к торвальду нейтрально отношусь я плохо знаком с его творчеством тероксин 500 микрограмм гробит сильно слабо эта категория относительная зависит от количества собственного тероксина от возраста от твоих тренировок от даже от стресса а даже твои подкошки от многих вещей зависит это все индивидуально да я получал удовольствие от работы стриптизе причем очень большой девочки все такое это радовало углеводное чередование на сушке я бы тебе посоветовал на сушке углеводное чередование построить по принципу знаешь чекмилов то есть хотя тут конечно тоже зависит от того сколько подхожного жира и сколько ты весишь сколько у тебя мышц ну допустим схема 56 дней без углеводов а потом воскресенье ты читеришь закидываешься углеводов сколько хочешь обычно работает неплохо ну и фактически это есть чередование такое тупое конечно но можно начать с этого после тренировки идти в сауну нежелательно потому что тренировка оказывает очень сильное воздействие на твое сердце ну тренировка на некоторых смысле перегружает твое сердце сауна в некотором смысле тоже перезагружает твое сердце потому что большая температура большое под отделение соответственно кровь гоняется тоже сильнее как на тренировке то есть это опять-таки двойная нагрузка на твое сердце кому-то да кому-то нет а качки вообще в группе риска потому что она рубная нагрузка опасно для сердца я не смотрел невского с кокляевым в одном сюжете поэтому не могу прокомментировать чтобы найти работу в любом месте надо делать попытки нету никакой проблемы найти работу везде везде можно найти работу основная проблема заключается в том что люди много спрашивают как найти где найти но не делают попыток возьми газету в газете отключи объявлений или может быть не объявление просто возьми справочник там типа желтых страниц что-то есть же в германии однозначно берешь этот справочник и начинаешь обзванивать если ты будешь по пять минут тратить на одну фирму то в час ты обзвонишь 12 фирм за 10 часов ты обзвонишь 120 фирм ну пусть 100 фирм ты обзвонишь день сколько ты обзвонишь фильм фирм за месяц за 30 дней 30 умножаем на 100 30 тысяч до 3000 3000 фирм ты можешь 3000 попыток ты можешь сделать в течение месяца я уверен что среди трех тысяч попыток кто-то до тебя возьмет на работу но ты же это не сделаешь ты будешь и дальше спрашивать как найти работу что делать так тяжело тут русским и все такое прочее то нет у меня никаких дел я уже давно не привязан какой-либо география могу жить и работать где угодно в данный момент решил в москве поработать индивидуально индивидуально дэнчик сейчас никого не тренирует не консультирует свой бизнес или работа по образованию так ли это слишком мало условий то есть по образованию какие у тебя есть варианты а свой бизнес у тебя есть какие варианты то есть нужно с масса сравнивать конкретные варианты можете по образованию берут генеральным директором и там у тебя зарплата 6000 долларов а свой бизнес у тебя ничего нет это рискованно непонятно такой ситуации конечно по образованию то есть я это говорю потому чтобы ты понял мало информации откосить от армейки скажи что ты голубой или обглотайся 200 микрограмм клиент бутерола в течение недели чтобы у тебя там была сумасшедшая электрокардиограмма чем занимаюсь кроме fit for life а секрет я готовлю некоторые оффлайн проекты которые со спортом не связаны связаны с бизнесом бизнес молодость ну я просто как бы не совсем понимаю о чем мы можем с ними снимать пока сюжет такого предложения не поступало может быть когда-нибудь и с ними не знаю но они у них практически весь контент который они генерируют он связан с зарабатыванием денег то есть на продаже коучинга всяких там тренингов и так далее у меня нет то есть в этом плане мы отличаемся другой стороны всегда можно найти какие-то точки соприкосновения обрамовича ну человек успешный человек состоявшийся человек у которого было очень было очень интересное мировоззрение очень интересное мировоззрение может быть даже когда-нибудь сделать целый сюжет на эту тему мечта они делают трансляцию просто дело в том что мы четыре дня были в минске на соревнованиях я снимал все это время она судила все это время мы спали где-то часа по три по четыре вот и нифига не делали то есть пришлось отложить все дела и сейчас у нас такая фаза восстановления мы сегодня приехали я думаю она отдохнет и выйдет на связь а где твои нормальные вопросы я и канале над хрома фигня не работает на ближайшие пять лет но есть планы не буду их озвучивать но эти планы связаны с бизнесом с работы с некоторыми стартапами еще не пришло время их озвучивать занятия железом при плохом зрении не есть гуд потому что занятия железом могут еще больше ухудшить свое зрение дело в том что занятия железом увеличивать внутреннее давление в том числе и на твои хрустальки гормонозаменительная терапия после 50 лет вещь достаточно популярны особенно на западе обычно представляет это из себя что-то в стиле 100 200 миллиграмм в месяц ковид я думаю в реальности для того что себя хорошо чувствовать мужчине 50 100 миллиграмм тестостерона в неделю достаточно и при такой при такой заменительной терапии тестостероном мужчина чувствует себя более молодым психологически ему проще легче дело даже не только в сексе дело в том что само качество жизни улучшается хочется путешествовать что-то пробовать новое знакомиться с людьми и так далее помогает избавиться депрессии кстати чтобы научиться концентрироваться это дело нужно тренировать то есть концентрации нужна фокусировка и контроль этого времени момента по времени да то есть вот сконцентрировался на какой-то задачи у тебя много отвлекающих факторов вот засеки время там допустим вот я что-то делаю хотя бы там три минуты не отвлекаясь потом следующий раз пробуешь это время увеличить делать 4 минуты потом пять минут то есть для начала чтобы что-либо развивать в том числе и концентрацию нужно это идентифицировать нужно начинать это отслеживать до в бодибилдинге после 50 лет ты имеешь ввиду как соревнующийся атлет я себя не вижу после 50 лет но как человек который регулярно тренируется железом и продолжать следить за своим внешним видом я все после 50 лет вижу очень хорошо пропитку с добавками что скажет годовой курс ну что что же а что сказать что он какой годовой курс для чего ребят давайте вопросы как-то более конкретно что скажешь про годовой курс скажу что это убивает твою гормональную систему на полностью засыпает и при того чтобы она потом проснулась может понадобиться еще год по своей специальности юридически не работал у меня было 3 в 3 предложения после института я отказался потому что они были там 50 100 долларов по моему что-то такое ну в те времена зарплаты конечно были меньше но я уже на тот момент заработал зарабатывал не по специальности гораздо больше и мне это было невыгодно поэтому не пошел работать почему аккорд не купил себе потому что я не фанат автомобилей в общем то мне понравилась мазда я посмотрел и я начал торговаться я вынес мозг этим продавцам сразу там в пяти или шести салонах москвы у каждого узнал более комфортные цены потом начинал озвучивать цены которые мне предлагали другие так круг за кругом круг за кругом пока не пустил цену там по моему до 17 с половиной тысяч за новую рестайлинговую мозгу то есть у меня не получилось их всех там по цене очень здорово опустить поэтому купил все упразднение фскн барыг то я думаю это вообще не проблема понимаешь на самом деле еще за стероиды не брали сильно как как за наркоту не брали за это дело но когда за все это возьмутся мне кажется барыги найдут массу простых способов как это обойти я вот сходу вижу один замечательный способ который в россии пока не работает а в штатах все этим способом пользуются я говорю про тор до глубокий интернет шпак опять за свою да не знаю я не слежу за шпаком до анаборические стероиды повышают настроение когда ты наклеить чередовать легкую и тяжелую неделю имеет смысл в любом случае делал но тут как бы есть такой нюанс если ты если ты на массе то тут есть следующий нюанс то имею ввиду на химической данных стероидов то на легкой неделе старайся делать больше такую пампинговую тренировку не то что она у тебя должна быть просто вот легкая как без стероидов она у тебя должна быть именно пампинговая пачка метана не сильно ударит по печени нужно ли в 25 начать копить бабки на жилье я считаю что накопить на жилье можно еще и 18 начинать жилье это это обязательно это гигиеническая процедура в том плане что каждому парню каждому мужчине жилье обязательно без жилья ты лузер и никто это не показатель того что там успешный предприимчивый это минимум если у тебя нету жилья и нету машины то ты не состоялся ты неудачник да это база все правильно если кому-то там от кого-то досталась квартира и все радуются что это ему повезло то спешу вас огорчить ему не повезло потому что она и не заслужил не заработала будет у него квартира мы больше ничего не будет квартиру снимаю на тех же самых условиях на которых снимал квартиру в минске 1000 долларов она стоит жилье есть разница где столице ли мухасранске но как ты думаешь разница между столицей мухасранском есть мне как-то кажется что есть комнату показать комнату или что вот комната машина зачем в пробке стоять машина это мобильность это определенные преимущества вот если у тебя есть машина ты уже можешь решить стоять тебе в пробке или пользоваться машин и никто эти слова не скажет а если у тебя нет машины и ты рассуждаешь в том плане чтобы ада нафиг мне машина в пробке в ней стоять то это психология лузера и неудачника у меня есть машина я в москве на машине практически не езжу пользуюсь метро потому что действительно днем пробки но я могу это делать потому что у меня есть машина такси же дешевле детей обучать по методикам не знаю может у юры возьму методику говорят о негативе жалуются на свою жизнь потому что у них низкая самооценка чем ниже у человека самооценка тем больше он жалуется на других и тем больше он жалуется на свою ничемную жизнь но больше всего такие люди критикуют других это признак низкой самооценки то есть таким способом человек пытается искусственно поднять свою оценку он пытается в других найти какашки гостюнин миронову миллион пообещал за бой ну слушай ну я не знаю миронов тогда должен согласиться что ну ну почему бы нет ну любом случае оба получат пиар я так понимаю если это действительно так оба получат однозначно крутой пиар потому что если они там помутузится хорошо все будет смотреть этого поднимет очень большую движуху вокруг них а миронов еще получит мирон еще получит миллион вот то есть может быть ему стоит над этим подумать офшоры путина 2 а я не знаю я честно говоря не смотрел я не уверен что это правда там то что все по телевизору показывают пишет и так далее то есть я понимаю однозначно что идет внутренняя борьба в россии до что есть про государственные силы весен анти государственные силы читая про западные вот эти про западные силы они финансируют различные организации в россии через гранты чтобы они писали соответствующие статьи делали соответствующие антикоррупционные заметки и фильмы вот и это все так забавно выглядит то есть в россии существует огромное количество всяких там общественных фондов неправительственных организаций и независимых журналистов вот и всем этим чувакам есть какие-то знаешь международные организации типа там фонды там организации по борьбе с коррупцией каким-нибудь международный эти международные фонды дают бабки там 200 300 тысяч долларов могут давать там на популяризацию какой-то идеи ну не говорится о том что это будет антигосударственная идея которая будет подарок подрывать авторитет страны и так далее говорится о том что мы будем бороться же с коррупцией то есть никто не говорю не называет вещи своими именами для того чтобы вот этим нашим обезьянкам который у нас находится чтобы им было брать проще деньги в руки они берут деньги и занимаются чаще всего уничтожением своей собственной страны своей собственной инфраструктуры и своего собственного правительства но это хорошо они бабки то взяли оттуда не все хорошо чухут ну вот будет неприятно только если они будут понимать четко что они занимаются предательством и поэтому эти чуваки говорят себе мы за демократию или мы там за либерализм или мы там за антикоррупцию или еще что-то такое ну вот как-то так я не верю что какой-то чувак который находится на другой стороне планеты где-нибудь там в германии или сша он сидит и хочет чтобы мы тут жили лучше чтобы у нас было меньше коррупции я в эту херню не верю я верю что он скорее хочет наоборот поэтому когда оттуда кто-то финансируется тут у нас и начинает там трепать за демократию и за коррупцию я я больше поверю нашим и своим чем чужим вот это логично своим нужно верить больше чем чужим это черт возьми логично ботанить в узе смысл в твоем случае смысла нет никакого потому что ты не знаешь зачем-то это будешь делать то есть если человек в как ты вот задают вопрос если смысл у таприори говорит о том что ты не знаешь зачем ты там учишься если ты не знаешь зачем-то учишься단 узи зачем ты туда пошел 5 лет тратить самого ценного в своей жизни. Смысл ботанить есть, когда ты знаешь для чего. Доллары. Сложный вопрос. Старайся брать что-то активное. Старайся покупать недвижимость, может быть, землю. Старайся покупать золото. Очень многие вещи будут понятны осенью. В зависимости от выборов в США. То есть, если Хиллари победит, то, скорее всего, доллары нужно будет оставлять. Они еще в ценности подрастут. Если исследования реальные, о чем? Стоит ли пройти курсы тренера по фитнесу? Зачем? Ты хочешь работать тренером по фитнесу? Иди устраивайся работать тренером по фитнесу. Зачем ты создаешь себе стены, вместо того, чтобы строить мосты? Не разберусь, чем готов заниматься бесплатно. А я-то чем не могу тебе помочь? Я тебя даже не знаю. Ищи. Что тебе нравится? Чем нравится? Обрежет нули на рублях к 2017 году. Я думаю, еще рановато обрезать нули на рублях к 2017 году. Хотя, конечно, это возможно. Но вот я тебе могу сказать, что в Беларуси планируется динаминация на лето. И, скорее всего, будут срезать три или четыре нуля. Ну, то есть в России нет такого количества нулей, чтобы делать динаминацию. Хотя, все возможно. Я не планирую выступать на соревнованиях по культуризму. Помимо IT, медицина. Медицина, скорее всего, будет востребована через 5-6-10 лет гораздо больше, чем сейчас. Пожалуйста, всегда обращайтесь. Ну, кстати, кому нравится, нас тут так 150 осталось, можете полайкать Денчику. Денчику нравится. И поделиться трансляцией. А то что-то какие-то вы неактивные. Вопросы задаете, а трансляции не делитесь нифига. Жлобы, что ли? Спасибо, Вадим, что поделился. Спасибо, ребят. Джова, спасибо. От Дельта, спасибо. Спасибо. Да нет, уже не забанят. Тот же аккаунт забанили, потому что там были накрутки. Я же вам уже про это говорил. Про вред кальяна. Вред кальяна заключается в том же самом, чем вред и от сигарет. То есть, если вы курите реальный табак, да, то он опасен, кальян, в какой-то степени. Если вы курите, допустим, камни какие-нибудь без никотина, то не опасен. Спасибо, ребят, что делитесь трансляцией. Гашиш или водка? Ты знаешь, на любителя. Конкретно на любителя. Допустим, если бы мне поставили вопрос ребром, то я бы выбрал водку, а не гашиш. Хотя, вот, вещь очень интересная в том плане, что в Средний Восток, да, или там Азия ближняя, то есть там же алкоголь не очень признают, особенно вот в мусульманских странах. И не только сейчас, но и раньше сотни лет алкоголь не признавали. Но у них в течение многих веков курили гашиш кальянами, кстати. Вот сегодня был вопрос по поводу кальянов. То есть, на Востоке очень популярно использование гашиша. Ну, гашиш это такой, ну, наркотик, который... Как он такой, замедляющий, да, то есть он не ускоряющий, а замедляющий, то есть, ну, я не знаю, то есть очень на любителя. Гашиш это не совсем, ну... Короче, ладно, эта тема слишком наркотичная становится. Гашиш это не трава, почитай. Как речь пьяна за 25 лет, можно накачаться? Можно накачаться. Купи себе побольше синтова и будешь как речь пьяна. Объемен в кислотном составе мышц? Ну, зачем тебе исследование? Ты можешь купить себе какой-нибудь учебник по физиологии для медиков. Ну, и почитай. Спасибо, Качок, что поделился трансляцией. Дэнчик читает. Будут и такие сюжеты, но пока не готов он. Здорово, здорово. Блевать? Ну, у меня нет такой реакции утром натощак после кардио. Идти в 30 лет на сварщик это неудачник? Нет, чего ты взял? Неудачник это не то, где ты работаешь. Это то, когда ты не зарабатываешь и ты не можешь реализоваться. Может быть, ты сварщик от Бога. Может быть, ты будешь такие вещи делать, что ты будешь крайне востребован. С чего ты взял? Нет. Ты Зунчик не жалею, наоборот, рад. Мне эта татуировка помогает. Назарбаев в чем-то хорошее, в чем-то плохое. Но больше хорошего. Концепция общественной безопасности. Многие вещи нравятся, многие вещи не нравятся. Мне, знаешь, мне не нравится там вот эта вот предыстория, которая начинается. Вот по поводу египетских вот этих всех жрецов. Такое впечатление, что чуваки просто вот начитались вот этого вот курса истории еще в Советском Союзе. По поводу того, что там древнейшая цивилизация, это Месопотамия, Египет. И потом на это начали лепить свои концепции. То есть как-то вот они вот уверенно вот пишут, вот как там было. Никто не знает, а они знают, как там было. Вот мне не нравится, когда начинают люди фантазировать. Я очень часто во всем сомневаюсь. И вам всегда об этом говорю, что всегда нужно все проверять и сомневаться. Если ты уверен, что вот ты знаешь истину точно, то все, твое развитие остановилось. А в КОП именно такая ситуация. Но есть очень интересные вещи, да, по поводу того, что глобальная цель, это какое мировоззрение, какая концепция победит в плане глобализации, у кого будет власть. Ну, интересные есть вещи. К волейболу отношусь хорошо, потому что моя жена мастер спорта по волейболу. Сама оценка повышается, когда у тебя происходят достижения. Делай попытки, достигай чего-нибудь, у тебя будет повышаться самооценка. Самооценка у тебя будет повышаться, когда ты будешь выходить из зоны комфорта. Тебе не хочется, вначале неудобно, потом ты привыкаешь, тебе становится все лучше, лучше и лучше, и самооценка будет повышаться. Гвардия Путина? Ну, я не вхожу в гвардию Путина, если чего. Ладно, ребят, вот я с вами полчаса протрындел, время летит моментом, очень здорово. Спасибо, что поговорили со мной сегодня. Давайте послезавтра повторим сей прекрасный опыт. Всем хорошего вечера, отдыхайте, давайте, набирайтесь сил.